Я все равно себя считаю московным жителем. У меня даже собаку зовут Динамо. Дина Московская область. На равных общаются ведущие спортивные комментаторы страны с подмосковными телерадиокомпаниями и информагентствами. Обсуждают итоги Олимпиады в Хинчхане, а также освещение спортивных событий в СМИ и ошибки неопытных журналистов. Геннадий Орлов за свою карьеру комментировал 17 Олимпийских игр, а Виктор Гусев – 15. Вячеслав Фетисов игры не комментировал, зато в составе советской сборной по хоккею дважды побеждал на Олимпиадах. Наша керлингистка, которая понравилась всей Олимпиаде, и американец пишет о ней, он пишет «She stole the show». Ну, на словный перевод она украла шоу. Но это устойчивое словосочетание, которое означает, что она была прямой, она была лучше всех. Наш журналист видит слово «украла» в том и пишет «Российская керлингистка украла Олимпиаду». И также и Россия, как говорят американцы, украла Олимпиаду. Американцы нас перевели обратно, они обалдели вообще. Человек вообще не имел это в виду. Подмосковье на Олимпиаде представили 32 спортсмена. Они принесли сборной страны 4 медали. На подпись у Андрея Юрьевича лежит распоряжение по послению спортсменов, самих призывая места на Олимпиаде. Ну, первое место мы не завоевали, там будет прописано порядка 4 миллионов рублей. За второе место 3 миллиона и за бронзу 2,5 миллиона рублей. Тренеры получат по предыдущему постановлению 1 миллион 700 и 500 тысяч рублей. Пресс-аташи российской сборной Константин Выборнов только вернулся из Южной Кореи. Рассказывает про стойкость Евгении Медведевой, которая после выступления в течение трех дней почти непрерывно отвечала на вопросы журналистов из разных стран. Самым ярким впечатлением стали слезы на вложи прессы, когда заплаковал Медведеву на юг. Заводали все, там сидели, иностранцы, наши, пресса, болельщики, руководители, ну все. Вместе с Юдом Добру на Большом показывали, вензорболазов дали все. В завершении встречи обсуждают и готовность Московской области к чемпионату мира по футболу. На территории региона разместят 8 иностранных сборных, включая команды Португалии, Франции, Аргентины, а также сборную России. Все тренировочные базы уже приведены в полное соответствие с требованиями Международной Федерации Футбола. Субтитры создавал DimaTorzok